Да, я всегда хожу в дедач. А парсетки, конечно. В парсетке нет, есть рюкзак. Слушай, а где гитара Дин? Дин я продал. А вот в турне ты ездишь, сколько у тебя гитар с тобой? Одна. А всего у тебя в коллекции? Три. А поподробнее? У меня есть Фернандес. Есть вот эта гитара. И есть гибсон. Сейчас я согласился его поменять на ESP Horizon 1. Из ясени сделанный. Просто мне интересно. Так что вот она как бы третья. У меня пока еще гибсон. Я через неделю доеду до Москвы и там поменяюсь. Но это не кастомные, да? Это вот следующие гитары, кроме вот этой. Они кастомные или не кастомные? Серийные. И кастомизированные, скажем так. То есть это взятые серийные модели, полностью измененные. От них осталось только клочки какие-то, дерево. Слушай, а вот тот гибсон флайнкви, который на ютюбе там ролик был, который где-то ты в раздолбанном состоянии купил. Он продан уже, да? Такой могучий аппарат. Через неделю я меняю его на ESP Horizon 2. А, это вот про этот гибсон? Гибсон, да. Аппарат могучий, абсолютно. Хорошая гитара. А здесь какие звукосниматели стоят? Здесь стоят Бэйр Накоу, Нейлбомб сет. И это оба Нейлбомб. Звукосниматели хорошие, но лично, мне кажется, они не стоят своих денег. То есть и Сеймер Данкан, и Димар Зьо делают очень достойные вещи. И нет особого резона переплачивать. Потому что... Чуть-чуть есть разница, но настолько минимально, что это только исполнители чувствуются. И то, наверное, потому что ты переплатил 100 фунтов. Ну да. Не знаю. А у тебя здесь там две громкости или что? Нет, это тон, да. Изначально здесь написано «Волюм», потому что я планировал две громкости. Но мне очень неудобно было работать с этим, и я оставил тон. Здесь есть отсечка, она отсекает только бридж. Потому что в новом сезоне это тренд. В Неке должен стоять хамбакер обязательно. Большой такой грубый звук. А в бридже она стекает иногда, и получается отличный звук. А тон, он только для сингла. То есть сингл сам по себе очень яркий. По синглу. Вот это хамбакер. Ну нет, разница, потому что... Мне разница слышна, почему, конечно. Нет, это... Хорошо. Ну лучше, если покрутить, то да. Он бьет столько. Полный джаз. Это чистый канал Миссабуги сейчас звучит. Или что? Это не столько для концерта, потому что не успеваешь крутить. Это бесполезно, насколько для студийной работы очень-очень здорово. Потому что все эквалайзеры, которые накладываются после трекинга, нацелены на то, чтобы убрать верхние частоты, работают совершенно не так, как ручка тона. И если нужен глухой звук, он задуман, то лучше это сделать ручкой тона. Гораздо гармоничнее получится изначально. А сколько тысяч долларов стоит в Кастом Шопе? Это коммерческая тона. Понятно. Скажи, пожалуйста, а на Месси... А оно того стоит? Нет. Любой Кастом Шоп того не стоит. Все это абсолютно... Абсолютно е... На е... Обман. Да. Коммерческий ход. Бренд, абсолютно, да. Ерунда. Скажи, пожалуйста, а вот в Месси, вот в Прямпе, там свой встроенный перегруз. Как вот ты оценишь его? Просто перегрузь в Месси. Хороший. Хороший, да? Ну, да. Вообще все равно, на чем играть. Ну, как все равно? Вот сейчас звук достаточно жирный и сухой. Такой. Сухой, но все-таки жирный. Да? Да. Здесь есть эквалайзер, два эквалайзера. Есть крутилки эквалайзер и есть параметрический. Ну, вернее, графический. Не могу на словах. Ну, вы видите отсюда? Ну, хорошо. Который, который был крутить, птичку настраивать, так далее. Ну, в общем, это... Пятиполосный эквалайзер. Понятно. Это эквалайзер, действительно, он каждую частоту регулирует. А вот то, что требл, мидл и бас вместо буги, это не совсем то. Вот. Самое основное – это бас. Он как раз добавляет круглость, жир и нечитаемость. Вот так бас на минимум. Ну, у тебя сейчас-то через метр... Это минимум, а я прибавил это максимум баса, звук становится почти нечитаемым. И запирающим почти на фуз похоже становится. Но Месо-то сейчас в чистый звук играет? Нет. Это прям... Это и есть прям. Здесь нет наконечника. Понятно. Ну, там вот перегруженный канал-то не включен? Сейчас нет. А сейчас включен даже. Вот это перегруженный канал Месо. Это без участия, это TC Electronics? Без. Вот это вот с участием TC – чистый канал. А-а-а. Он просто немножко обрезает. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok